Тесла опубликовала кадры работы берлинской фабрики изнутри. Стало известно, сколько будет стоить айфон по подписке. Коммерческий сервис доставки беспилотниками запускается в новых городах. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Инстарджинг Новости. Подписывайтесь на канал, досмотрите это видео до конца. Поехали! В марте Илон Маск лично прилетел на открытие завода по сборке электромобилей Тесла в Германии. Европейский производственный центр стоимостью 5 миллиардов евро является крупнейшей инвестицией в немецкий авторынок. Теперь автопроизводитель опубликовал ролик, снятый дроном на гигафабрике в Берлине. На видео показаны некоторые стадии сборки Model Y, штамповка элементов кузова и их сварка, а также знаменитый покрасочный цех. К сожалению, в ролике не показали ни одного из особенных новых цветов, обещанных маском. Все Model Y на видео черные. Дрон также показал, как электромобили достигают зоны, где сотрудники устанавливают внешние аксессуары и детали интерьера. После чего следует сектор окончательной проверки. В самом конце можно оценить размах всей фабрики в Берлине. Завод Тесла в Германии планирует произвести 2000 автомобилей в первые несколько недель серийного производства и около 500 тысяч в год. Новый завод не только резко увеличит объем производства, но и снизит нагрузку на другие заводы в США и Китае. Некоторое время назад появилась информация, что компания Apple планирует запустить подписку на iPhone с целью повышения собственных доходов. Редактор издания Bloomberg Марк Гурман спрогнозировал, сколько будет стоить такая услуга. В сообщении сказано, что в среднем пользователь iPhone меняет смартфон раз в три года. Учитывая, что в настоящее время средняя стоимость актуальной модели iPhone составляет 825 долларов, введение подписки позволит Apple значительно увеличить доход. В рамках подписки пользователи смогут получить во владение iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max или их аналоги следующего поколения. Если Apple будет предлагать эти модели по подписке за 35, 45 и 50 долларов соответственно, то в течение трех лет пользователи заплатят от 1260 до 1800 долларов. Для сравнения, стоимость 13 iPhone версии Pro и Pro Max начинается с 800, 1000 и 1100 долларов соответственно. Одна из крупнейших аэрокосмических компаний мира участвует в разработке проекта Flying V, необычного пассажирского самолета на 300 мест с V-образным фюзеляжем. По подсчетам его конструкторов из Нидерландов такая форма позволит сэкономить до 20% топлива, а благодаря топливным элементам Flying V может быть углеродно-нейтральным. «Мы хотим значительно снизить потребление топлива в отрасли, и этот самолет создан быть энергоэффективным», — сказал один из ведущих разработчиков проекта. «Мы находимся на пределе авиационной эффективности, и Flying V пытается преодолеть этот предел. Обычно крылья самолета располагаются перпендикулярно фюзеляжу в форме трубы, а двигатели располагаются под крыльями. Для того, чтобы сбалансировать вес пассажиров и их багажа, приходится увеличивать массу носовой части. У Flying V все иначе. Во-первых, крылья — это часть фюзеляжа. Пассажирские места расположены внутри крыльев, а багажное отделение в их задней части. Хвоста у самолета нет. Вместо одного люка — два, что ускоряет посадку. Овальная структура корпуса значительно снижает аэродинамическое сопротивление, что выгодно отражается на расходе топлива, но, скорее всего, Flying V будет оснащен топливными элементами и вместо керосина будет сжигать жидкий водород. Компания Wing начала доставку товаров дронами в пределах городов Даллас и Форт Уэрт в Техасе. Это первый для компании проект, реализуемый в городской агломерации подобного масштаба. В следующие несколько месяцев будут осуществляться доставки на территории, включающие десятки тысяч частных домов, но пока только в ограниченное число местных локаций. Пользователи, установившие приложение Wing, получат приглашение принять участие в пилотном проекте, если их местожительство попало в зону пилотного проекта. Люди смогут заказывать продукты, лекарства для животных, а также наборы для оказания первой помощи. Беспилотники Wing имеют метровый размах крыльев, весят по 5,2 килограмма и питаются от аккумуляторов. Каждое устройство оснащено монохромной камерой. Дроны способны летать со скоростью до 29 метров в секунду на высоте 45 метров за пределами территории аэропортов, осуществлять полеты туда-обратно общей протяженностью до 19 километров, неся груз чуть более 1 килограмма. После размещения заказа оператор планирует и координирует полет дрона. Буквально несколькими минутами спустя тот добирается до цели, где продукты оставляются на земле, где их может забрать покупатель. Доставка будет доступна только днем, в ясную погоду. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк и нажмите на колокольчик. Еще больше полезной информации вы найдете в наших проектах. Ссылку на них я оставлю в описании. Ну а с вами был Андрей, канал Инстартинг Новости. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч!